Заполнил наконец-то альбом для монет 1 гривны полностью все года, все монеты почти из рова, все практически в идеальном состоянии, даже 95-96 год, лучик там бегает, шикарная инвестиция. Здесь у меня по разновидам 2001 год широкий кант и три из такого бронзового цвета 2001, 2002 и 2003 год, они отличаются от этих трех монет, эти более темные зеркальные, а эти такие, знаешь, как, ну видишь, оранжевые такие вот необычные. Ну и юбилейки, понятно, все остальные разновидности они у меня в другом альбоме ляжут, потому что это больше как картина на память в рамочку. Вот, так что... Слушай, я тут присмотрела альбом Украины 2013 года и этот годовой набор, он отличается, есть два предложения, один 300, а другой 400. А годовой набор там, где две монеты 1 гривна, да, или где полный набор? Нет, там где две, просто по каталогу Максима Загреба это самый перспективный набор. Ну да, у него тираж 5000 штук. Да, вот хочу сделать долгую инвестицию, но вопрос в том, что на дорогом предложении шикарного качества в состоянии монеты, а другой набор, как бы, ну понятно, что тоже набор 2013 года, замечательно. Но состояние монет уже с патиной, и не могу понять, в чем причина. Либо это просто разница фотографии и не сделали такое фото. Скажи, ты можешь посмотреть в своем 13 наборе, есть ли у тебя патины сейчас на монетах или нет? В каком они сейчас состоянии? Патины на моем наборе, ну ладно, попробую сейчас достать, посмотрим. Отлично, будет замечательно. Так, где там моя коробочка, в которой лежат эти наборы? Так, нет, не эта коробочка, вот эта коробочка точно. А вот и моя коробочка с годовыми наборами. Ну что, будем доставать. Так, это 17, 16, 14. Блин, пока достанешь, все ради тебя, чтобы посмотреть на эти монеты. Ой, где там мой, вот он, 13-й, этот набор, в самом низу, как обычно, лежит. Ох, так, это мы убьем сразу. Блин, у меня уже пакетик порвался. Новый пакетик. Да, таки да, патины есть. Да, реально, патины есть. Но мне кажется, что если бы ты хранил свои наборы вот так, то мы бы увидели это гораздо быстрее. Ух ты, прикольно. Альбом с годовыми наборами. Вау, у тебя есть такие наборы редкие. 2001-2003 год. Круто. А что еще тут есть? Ух ты, 2006-й, 2008-й год. Редкие наборы, нифига себе. О, даже этот есть. Это евромонеты Украины, придуманные монеты. Круто. 11-й, 12-й, вообще класс. И лежат все отдельно. Ага, вот 13-й, а 13-го нету такого, да? Не хватает. Давай посмотрим, как будет рядышком. Ну, давай посмотрим. Прикольно. Замечательно. Да, отлично смотрится. Все можно разглядеть. Класс. 14-й, 15-й набор. 16-й, 18-й. Офигенно. И даже еще есть место как раз для одного, который выйдет в этом году. И, правда, не хватает еще немножко наборов. Ну и все же, хороший комплект. Почти полный набор годовых наборов. Вообще круто. Да. Как тебе сам альбом? Мне нравится. Наконец-то можно посмотреть все монеты и не париться. И сразу все в одном месте. Не ковыряешься в этих коробках. И это реально логично. Класс. Альбом. Как хочешь их труси. Наборы не выпадут из альбома. Поставь, положи, как хочешь. Отлично вообще. И это логично, что в этой коробке лучше хранить пустые коробки. Вот так пленку запечатал. Пустые туда сложили. Не будешь рвать пленку. Да. И пленку не рвать, потому что что там смотреть? Описание. Текст. Там информации минимум практически нету. Ну вот это разве что. Но это и так всем известная информация. А так все видно, все сразу. Офигенно. И как красиво. Класс. Отлично. Шикарный альбом. И самое главное, он недорогой. Да? Он же недорогой? Он доступен всем. Гривен 300 с чем-то там стоит. Я тебе потом расскажу. Класс. Отличный альбом. Поздравляю. Поздравляю с таким приобретением. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова